раскрывшиеся цветочки мы тоже будем собирать с учетом того что они у нас смотрят как бы в сторону в центр цветка а чашелистики у нас смотрят в заднюю сторону цветка в заднюю сторону ветки поэтому когда мы будем делать наши цветочки то соответственно нужно чашелистики располагать правильно смотрим у этого цветка больше чашелистик с этой стороны значит располагать его нужно с этой стороны ветки а вот у этого цветочка чашелистик большой с этой стороны значит соответственно его я могу расположить с этой стороны цветка а этот уже с этой стороны будет располагаться учитывайте этот момент когда вы делаете уже раскрытые цветы то есть я себе сразу примерю что этот цветок будет здесь следующий будет здесь дальше смотрим теперь мне нужно чтобы чашелистик большой был снова с этой стороны то есть с левой вот этот цветок я следующим возьму потому что у него большой чашелистик с левой стороны как мне нужно вот таким образом не забываем что мы ориентируемся по центру цветка вот эти два лепестка смотрят по правую и левую сторону центра вот центральный лепесток соответственно и чашелистики должны располагаться точно так же то есть следующий цветочек у меня будет находиться вот с этой стороны дальше у этого цветка большой чашелистик будет находиться с правой стороны центр цветка и смотрим вот большой чашелистика маленький точно так же значит этот цветок будет следующим уже вот здесь ну и теперь можно приступить к сборке большого цветка я вам покажу как я их собирала у меня для этого как мы помним мы плели два лепестка маленьких со светлым краем и четыре лепестка больших с темным краешком три из них мы откладываем в сторону они у нас с изнаночным плетением внизу и сейчас начнем сборку пока вот этих трех лепестков которые лицевым плетением которые будут нам видны если мы посмотрим внутри цветка и также подготовить чашелистик побольше и поменьше и тычинки начинаем придавать форму цветочку который находится по центру изначально мы выгибаем вот таким образом верхушечку что все было аккуратненько и вот таким образом у основания придаем такое углубление и подгибаем вот так внутрь так как у нас внизу тут все плотненько должно быть нам нужно разместить три лепестка то есть немножко подгибаем выравниваем сразу все дуги пока выглядит лепесток таким образом теперь два этих лепестка их мы наоборот выгибаем на себя в свою сторону вот таким образом придаем форму затем вот так отгибаем и здесь уже внизу придаем тоже такой вот форму чашечки как и у этого отгибаем проволочку получается вот такой лепесток и второй светлый маленький лепесток делаем точно так же сгибаем по центру и сгибаем внизу теперь попробуем собрать то есть у нас как бы вот эту вот в серединке а эти два по краям сейчас мы пока примерим посмотрим все ли получилось то есть можно посильнее так отогнуть и если все устраивает то уже собираю все с тычиночками вместе вот так пока выглядит цветок и берем проволочку тонкую любую которая вам не нужна потому что ее будет не видно она затем будет замаскирована тейп ленты и скручиваем наш цветочек вот мы собрали половину цветка теперь мы соберем еще добавим сюда 3 листика придадим им форму точно так же как мы придавали светлым лепесткам то есть мы не не в эту сторону их отгибаем а в эту то есть слегка вот таким образом теперь также посередине и внизу придаем ему такую форму здесь у нас изнаночное плетение это все будет спрятано под вот этими лепестками а с этой стороны как раз у нас все полностью лицевой и эти лепестки мы будем располагать как бы между вот этими в промежутках и делаем точно так же еще два и теперь эти три лепесточка располагаем в промежутках между прошлыми тремя сначала два рядом с центральным верхним сейчас во время сборки цветок как бы такой собранная весь затем уже мы будем смотреть если на ветке нам нужно сделать его более раскрытым то мы его раскроем лепестки в разные стороны сейчас пока на этапе сборки все достаточно плотно то есть вот расположили вот у нас центральный верхний лепесток и по краям от него и сейчас я уже проволочкой тоже все это оберну зафиксирую расправляем вот эти два маленьких смотрят в сторону и самый последний наш лепесток мы его по центру располагаем между двумя маленькими прикладываем примеряем все в порядке место ему нашлось и можно фиксировать проволочкой проволочку пока оставляем потому что нам еще нужно будет зафиксировать чашелистики расправляем цветочек ты ченки и и помним что цветочек наш будет располагаться с этой стороны ветки то есть вот его верхушка мы помним одиночный лепесточек загнутый вот таким образом соответственно крупный чашелистик должен располагаться вот с этой стороны сюда мы его и примеряем берем крупный чашелистик и располагаем его с этой стороны то есть со стороны вот этого лепестка вот таким образом лицевой стороной полностью изгибаем его также и прикладываем фиксируем проволочкой и соответственно второй меньший чашелистик будет располагаться вот с этой стороны как мы помним сзади они у нас видны больше чем впереди здесь их практически не видно будет точно так же все фиксируем вот такой цветочек получился он у нас как бы собран так в кучку но мы его можем сделать более раскрывшимся если раскроем лепестки в разные стороны пока этого делать не буду это сделал уже в процессе сборки самой ветви и так как мы уже знаем что располагаться он будет на некотором расстоянии от главного стебля то здесь нам нужно все замаскировать красиво тейп-лентой берем тейп-ленту и вот так все аккуратненько маскируем спускаемся вниз примерно на 3-4 сантиметра вот таким образом и мне осталось собрать еще один крупный раскрывшийся цветок я его сейчас соберу он у меня располагаться будет с этой стороны ветви и продолжим уже разборку всего цветка располагаем распустившиеся цветочки с одной и с другой стороны наши веточки то есть вот у нас начало ветки вот мы зафиксировали последний не распустившийся цветок и дальше я уже разложила все цветочки как они должны быть расположены какой с какой стороны в зависимости от того куда направлены чашелистики и сейчас продолжим сборку я возьму веточку а цветочки так и оставлю лежать там чтобы брать по очереди то есть сейчас я беру вот этот цветок мы его примеряем смотрим где он будет располагаться примерно на каком расстоянии так чтобы расширялась наша веточка и смотрим в каком месте нам нужно будет согнуть стебелек цветочка то есть вот в этом месте примерили и отогнули теперь смотрим на нашу ветку и цветок у нас располагается не вот так вверх он смотрит не в небо он смотрит а он расположен таким образом что он повернут как бы к нам мы видим его то есть мы сейчас его зафиксируем а затем уже все листочки отогнем в разные стороны так чтобы он был раскрыт в нашу сторону то есть цветочки у гладиолуса раскрыты в одну сторону все сейчас я вот на таком расстоянии зафиксирую тейп лентой теперь нам нужно его направить все расправить лепесточки чтобы он смотрел в нашу сторону и был весь виден красиво берем следующий цветочек который будет располагаться уже с этой стороны и также его примеряем смотрим на какой на каком расстоянии он должен находиться и в этом месте изгибаем прикладываем смотрим если все в порядке то фиксируем зафиксировали цветок и теперь смотрим тоже как мы его расположим что был все красиво он сейчас повернут как бы вверх смотрит а мы его немножко повернем к себе вот так лепесточки раскроем свою сторону посмотрим что у нас с обратной стороны здесь все достаточно аккуратно и мы видим здесь чашелистики берем следующий цветок который должен располагаться с этой стороны и точно так же его примеряем смотрим на каком расстоянии он должен быть здесь уже дальше ветка может не расширяться так как она уже максимальную ширину свою приняла за счет того что цветы у нас уже все раскрыты и фиксируются мы уже не будем расширять а будем просто их вот на таком расстоянии все фиксировать вот сейчас я зафиксирую тейп-лентой еще один цветочек это все предварительно так как у нас пока только сборка окончательное расправим и уже когда все будет собраны сейчас берем цветочек который должен располагаться вот с этой стороны точно так же примеряем фиксирую вот еще один цветочек и мне осталось зафиксировать 2 с этой стороны и еще с другой и здесь я уже смотрю что у меня проволочки не хватает если у вас получилось так что ножка здесь получается короткая то просто добавьте сюда медную проволочку стержень диаметром примерно полтора-два миллиметра продлите и также вас зафиксируется я собрала до конца все цветочки сюда добавил зафиксировала вот таким образом получается у меня 6 раскрытых цветов в принципе можно уже остановиться на трех цветах можно 45 как вам больше хочется смотрим с обратной стороны выглядит вот таким образом здесь видны все чашелистики с этой стороны чашелистиков нет только одни цветочки раскрывшие сверху тоже конечно видно и теперь что касается вот этой части стебля нашего цветочка здесь уже все зависит от того как вы будете использовать этот цветок то есть если вы его используете в какой-то композиции то возможно в этом месте вы уже будете фиксировать в гипс или вазу поэтому может быть здесь не стоит уже ничего делать если у вас будет это отдельно стоящий цветок то лучше сделать к нему конечно же такие длинные узкие листья и я буду делать скорее всего несколько таких веток разных оттенков поэтому я не буду добавлять сюда длинные зеленые листья единственное что я сделаю это сделаю толщение вот этой части стебля потому что здесь у нас толстая здесь уже начинается тонко и вот как вы видите здесь торчит белая изолента видно это я уже нижние цветочки я уже фиксировал сначала изолентой потому что же все достаточно тяжелое и нужно чтобы хорошо все держалось а затем уже сверху тейп-лентой и сейчас я сделаю здесь утолщение с помощью малярного скотча используя вот такой малярный скотч можно взять конечно и пластырь также пластырем нарастить это толщину и вот таким образом я сейчас буду делать утолщение с помощью малярного скотча мы похожим методом уже пользуюсь когда делали гиацинт там тоже у него должна быть ножка достаточно такая толстенькая плотная делаем сначала один слой так немножко все подминаем и я сейчас сделаю здесь еще слой чтобы было утолщение к низу сеть толще и потом уже уже и затем уже все это зафиксируем замаскирую тейп-лентой вот таким образом сейчас выглядит полная собранная ветка цветка гладиолуса вот внизу я сделала утолщение чтобы смотрелось более натурально та часть ветки где находятся цветы от самой макушки до последнего цветочка 35 сантиметров длина и плюс еще здесь сантиметров 20 получилась высота где-то 55 сантиметров нашей ветки потому что 50 сантиметров я брала проволоку и примерно 5 сантиметров у нас как раз высота самого верхнего бутончика также во время сборки нужно следить чтобы все эти цветы располагались как бы на одной линии то есть у вас не перекрутились они по спирали то есть вот вид цветка с одной стороны полностью должны они все смотреть в одну сторону и с другой стороны с изнаночной не покажу выглядит вот так то здесь вот аккуратненькие такие веточки чашелистики вот такая ветка она получилась очень тяжелая одна такая веточка весит почти 400 грамм поэтому если вы будете использовать вазе то вас должна быть какая-нибудь конечно устойчивая и соответственно можно использовать в любой композиции то есть это может быть высокий цветок и здесь внизу вы можете разместить какие-то другие цветочки будет очень красивой композиции и создавать свои красивые букеты вот такая веточка гладиолоса у нас сегодня получилось всем спасибо за внимание и творческих успехов